Всем привет! На протяжении тысячелетий люди искали убежище, начиная с первой пещеры, затем строили укрытия из ветвей, деревьев и листьев, и делая палатки из шкур животных. Время шло и жилища человека совершенствовались. И на протяжении всего времени с человеком в его доме жили всевозможные насекомые и различные букашки. Так и сегодня в нашей квартире живет куча букашек. Давайте узнаем, какие насекомые обитают в нашей квартире и живут вместе с нами. Пауки. Пауки, вероятно, одни из наиболее распространенных существ, с которыми мы разделяем наши дома. И некоторые из этих паукообразных будут появляться в этом списке и не раз. В природе существует великое разнообразие паучков, более чем 45 тысяч различных видов. В целом, современные пауки расселились по всему миру за последние 200 миллионов лет, что в основном и является причиной их широкого распространения и разнообразия. Ничего плохого паук в вашем доме не делает, иногда он даже приносит пользу, ловит мух. У наших предков было огромное множество примет, связанных с пауками, в основном положительных. Говорят, паучки предвестники хороших событий и не стоит убирать в доме паутину. Но, наверное, если уж слишком доверять приметам, то напрочь зарастешь паутиной. Следующие букашки, которые живут у нас в квартире, это жужелицы. Так же, как и пауки, жуки очень древние и отлично приспособленные к выживанию существа. Одних только жужелиц в мире более 40 тысяч видов. И в наши дома эти букашки приходят без приглашения. Самым распространенным является хлебная жужелица. Они обычно наносят урон культурам в полях, но все чаще встречаются в обычных квартирах. В квартиру хлебная жужелица ползет только если ей понравятся условия проживания. Как только насекомое попадает в дом, при наступлении темноты она отправляется искать пропитание. Крошки, оставшиеся на столе продукты питания или крупы. Обычно жужелицы мешают спать, шуршат, падают с потолка на кровать или прямо на вас. А если они нашли пропитание, то следующим их шагом будет размножение. Так что, если жужелица хлебная появилась у вас в доме, нужно срочно принимать меры. Сверчки. Мудрый сверчок, который давал советы Буратино, наверное, выглядел как-то иначе. А обычные сверчки – жутковатые насекомые, иногда огромных размеров. Народная примета гласит, если завелся сверчок в доме, то это к счастью и благополучию. Но люди, которых посетило это счастье в больших количествах, не разделяют данную точку зрения и ищут способы, как от них избавиться. В мире известно около 2000 видов этих насекомых, из которых на территории России встречаются около 50. Самые известные у нас виды – это сверчок полевой и сверчок домовой. Сверчок домовой в южной части страны обитает как в квартирах, так и в природе. В центральных и северных областях он живет только в домах рядом с человеком. При этом предпочтение отдает старым теплым помещениям с повышенной влажностью. Эти насекомые прекрасно живут и размножаются в залитых водой теплых подвалах. Иногда сверчки могут подпортить продукты и даже вещи в квартире, так же, как и моль. Поэтому, хотя народные приметы и не советуют их обижать, сверчков лучше вывести. Если вам, конечно, не понравились ночные концерты, которые обычно устраивают сверчки. Еще одни неприятные насекомые, которые живут у нас дома – это постельные клопы. Это те, кто кусает вас по ночам. Постельные клопы, пожалуй, самые неприятные домашние насекомые паразиты. Основной вред, который они наносят человеку – это, несомненно, укусы. И хотя на сегодняшний день нет научно доказанных фактов того, что эти паразиты заражают какими-либо инфекционными заболеваниями, тем не менее, в их организмах неоднократно находили опасных возбудителей. На фото – гнездо этих мелких паразитов в матраце. А далее фотография взрослых клопов, их личинок и яиц. Клопы могут жить практически в любых угромных местах вашей квартиры. Здесь же они размножаются с невероятной скоростью. Являясь типичными паразитами, по ночам эти насекомые заползают на кровать, кусают человека и сосут его кровь. Интересно, что личинки начинают питаться с первых дней жизни и отличаются от взрослых клопов лишь своими размерами. Вообще говоря, в доме человека могут паразитировать несколько видов постельных клопов. Однако, отличить их друг от друга без микроскопа и определенных знаний практически невозможно. На фото – напившиеся крови клопы. Травить этих мелких паразитов в целом значительно сложнее, чем тараканов, поскольку большое количество препаратов против них бессильно. Обычно для истребления клопов применяют специальные аэрозольные инсектициды, спреи, иногда дусты. Весьма эффективным является уничтожение клопов холодным туманом. Книжная вошь. Если вы слышите слово вошь, то на ум, вероятно, первыми приходят мелкие гады, которые прыгают с головы на голову и питаются вашей кровью, отчего голова нестерпимо чешется. Эти крошечные существа и их родственники живут в книгах, но книг они не читают, у них даже глаз нет. Книжная вошь или сеноед книжный – мелкий паразит, который при большом расплоде наносит непоправимый урон библиотекам, а также коллекциям гербариев или насекомых, а в некоторых условиях и запасом зерна и прочих сухих продуктов. Питается органическими остатками растительного и животного происхождения. В домах живет, в пыли и в переплетах книг. Эта букашка может повреждать зоологические коллекции и переплеты старинных книг, содержащие клейстер. Скопление книжных вшей издает слабые тикающие звуки, которые ни с чем не спутать. На здоровье человека эти букашки не имеют пагубного влияния, но их присутствие может сказаться на ценных вещах. Ковровый клещ. Ученые нашли более тысячи различных видов домашних клещей. И все они наносят большой вред человеку, причем круглый год. Любой ковер или ковровое покрытие прекрасно собирает пыль. Она скапливается в его ворсинках и даже ежедневная чистка не даст положительного результата. Там все равно останется пыль и, собственно, клещи. Клещи, в отличие от большинства насекомых в этом списке, очень вредны для человека. Сами клещи способны оставлять после себя продукты своей жизнедеятельности в виде фекалий, которые содержат пищеварительные энзимы. Они разрушают клетки человеческого тела и могут вызывать сильнейшие аллергии и даже астму. Вред, который наносят ковровые клещи, не ограничивается только аллергией. Может также развиваться конъюнктивит, аллергический ренит, атипический дерматит и другие. Бороться с ними просто. Выбросьте все ковры и мягкую мебель раз и навсегда. Темнокрылый комар. Главный вред – пищат и мешают спать. Слава богу, человечество изобрело множество способов избавиться от комаров. Москитные сетки, спреи, а также можно разложить в комнате свежие ветки бузины, черемухи, кавказской ромашки или базилика. А также комары не любят рассаду томатов и герань. Комары не любят запах этих растений, поэтому захотят поскорее покинуть ваш дом. Но эти маленькие кровопийцы не только способны приносить вред, но и пользу, прогнозируя погоду и будущие события. Тучи комаров – к хорошей завтрашней погоде. А болезненные комариные укусы и активное жужжание – к скорому ненастью и ночному дождю. Паук-плевака. Пауки-плеваки ловят свою добычу, выпрыскивая на нее жидкость, ядовитую и липкую массу. Большинство пауков способны производить только шелк или паутину. Но пауки-плеваки являются исключением. Вместе с шелком они выпускают изо рта яд. И пропитанные токсином шелковые пряди, попадая на жертву паука, сковывают ее. Эти пауки не опасны для человека, не плетут грандиозных сетей ловушек, да и на вид ничем не примечательны. Но все-таки есть у них одна особенность – во время охоты они буквально заплевывают свою добычу. Обитают пауки-плеваки как в теплых тропических, так и в умеренных регионах, в том числе и в России, в человеческих домах, там где тепло. Следующее насекомое называется моль плотяная. Моль населяет наши дома и является домашним вредителем, гусеницы которого портят ткани, объедая их и грызут шелковую обивку мебели. Ущерб изделиям наносят только лишь гусеницы, потому что бабочки лишены ротового аппарата грызущего типа. Согласно некоторым данным, гусеницы комнатной моли питаются также веществами растительного происхождения, а именно зернами пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, мукой и сухим хлебом. Комнатная моль широко распространена во всем мире. Данный вид чешуек крылых является серьезным вредителем в человека. Питаются они одеждой, коврами, пледами и обивкой мебели, а также мехом, шерстью, перьями и разными изделиями, такими как щетина животных, используемая для приготовления зубных щеток и волокно для пианино. Следующий вас сожитель по квартире это макрицы. Вообще говоря, макрицы не являются насекомыми, относятся они к ракообразным, но ведут примерно такой же образ жизни, как и тараканы. При возникновении угрозы они сворачиваются, имитируя смерть. В большинстве случаев макрицы заводятся лишь в тех квартирах, там где постоянно сыро. Например, подтекает вода из труб. Эти насекомые – отличные индикаторы различных поломок водопровода и разгерметизации фланцев. Появление макриц в квартире в первую очередь должно волновать любителей комнатных цветов. Из-за макриц ваши растения могут в скором времени погибнуть. В первую очередь эти насекомые наносят вред влаголюбивым тропическим растениям. Оса-паразит – наездник. Эти осы прежде всего являются паразитоидами других животных, в основном других членистоногих. Многие из таких видов полезны для человека, так как регулируют численность сельскохозяйственных вредителей. От обыкновенных ос осы-наездники отличаются отсутствием жала как такового. Его заменяет яйцеклад. Так что, если в очередной раз к вам залетела вот такая вот оса, не бойтесь ее. У нее нет жала. С помощью своего яйцеклада наездники откладывают яйца в тело личинок, гусениц или в яйца своих жертв. Жертвами служат в основном более крупные насекомые – личинки жуков или гусеницы бабочек. Личинки наездника влупляются внутри жертвы и питаются их органами, постепенно уничтожая. К счастью для человека, люди не считаются подходящими инкубаторами для детишек этой осы. И в человека эта оса личинки не откладывает. Муравьи. В частном доме зачастую можно встретить представителей различных видов муравьев. Однако в действительности вредителем в квартире является лишь один так называемый фараонов муравей. Эти рыжие муравьи в квартире являются настоящей проблемой. Они многочисленны, портят продукты, могут переносить возбудители различных заболеваний, а также с большим трудом выводятся. Эти муравьи могут появиться в любой квартире, даже самые чистоплотные. Серебрянка или обыкновенная чешуйница. Возможно, вы как-то видели их в ванной комнате или туалете, если заходили туда посреди ночи. При включении света они быстренько удирают. Это такие тонкие серебристые мелкие штуки на полу. Их называют серебрянками. Серебрянки не представляют какого-либо вреда для нас, они не кусаются. Питаются они продуктами растительного происхождения, содержащими в себе крахмал или полисахариды. Они могут ничего не есть месяцами. Их рацион может включать в себя сахар, муку, клей, книжный переплет, бумагу, фотографии, содержащие в ткани крахмал. Из складских помещений могут быть занесены в дом через покупку туалетной бумаги или картонок. Серебрянки безвредны для человека и домашних животных и не являются переносчиками заболеваний, но они могут портить сырую бумагу. Тараканы. Тараканы всегда были и будут на земле. Известно более 4600 видов тараканов. На территории бывшего СССР их 55 видов. В последние годы говорят о снижении численности отдельных видов тараканов. Говорят, они и вовсе ушли из квартир в Питере и в некоторых других городах. Никто, конечно, особо не расстроился, но интересны причины. Тараканы могут повреждать пищевые продукты, кожаные изделия, переплеты книг, а также комнатные и тепличные растения. Некоторые тараканы, питаются различными отбросами, в том числе и фекалиями. Являются переносчиками инфекционных заболеваний, например, дизентерии и яиц глистов. Пауки-сенокосцы. Пауки-сенокосцы строят ловчие сети, распространенные повсеместно. Обычно эти паучки висят вверх ногами на своей беспорядочно запутанной неровной паутине. Паутины строят в темных влажных нишах, а также в погребах и различных строениях. В домах человека они любят сухие и теплые места возле окон. Насколько же пауки-сенокосцы опасны для человека? Достаточно сказать, что тот яд, который у них есть, они тратят исключительно на своих жертв, нанося им парализирующий укус. Ни на что больше его не хватает. Поэтому основная причина борьбы с ними – это чисто визуальный страх. Некоторые люди просто не переносят этих пауков даже визуально. Мухоловка. Мухоловка обыкновенная, она же сороконожка домашняя. Часто заводится в частных домах и коттеджах, также встречается и в квартирах. Из-за значительных размеров, отталкивающего внешнего вида и большой скорости передвижения, это насекомое, внезапно появившееся в доме, часто внушает ужас жильцам. Но домашняя сороконожка – насекомое мирное и совершенно безобидное. Обычно они появляются в поисках пищи с улицы или из соседней квартиры. Если сороконожки смогут найти в доме постоянный источник питания, то высока вероятность их появления в данном помещении. Особенно часто сороконожки встречаются в частных домах, поселяясь в подвалах, цокольных этажах и подполах, откуда выходят на охоту, перемещаясь по всем комнатам. Отдельного разговора заслуживает ряд насекомых – вредителей деревянного дома. Эти насекомые, которые точат дерево, живут в деревянных изделиях. Эти насекомые – такие, как муравьи-древоточцы и жуки-точильщики. А также на юге нашей страны проживают термиты. Для защиты от этих вредителей конструкции дома еще на этапе строительства обрабатываются специальными морилками или пропитками. А затем регулярно окрашиваются. На фото представлен красногрудый муравей-древоточец. А вот здесь – жук-точильщик. Конечно же, человек всегда будет бороться с причиняющими ему вред насекомыми. А насекомые всегда будут селиться вместе с человеком. Эта борьба бесконечна. Ну а на этом все, друзья. С вами были Интересные Факты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова